МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Международный день против фашизма. Рост респираторного заболевания незначительный. Оперативное совещание в администрации. Сегодня для села Новоспасское не только праздничный день. Освещение нового храма в Новоспасском. Сводка криминальных новостей за неделю. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 9 ноября во всём мире отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Тема борьбы с фашизмом и терроризмом в последнее время стала очень актуальна. Она не может никого оставить равнодушным. Не прошло и 23 лет, как на Украине поднял голову фашизм. За 23 года украинское правительство сумело полностью переформировать молодое поколение. Поэтому у нас на родине очень важно не упустить этот момент, чтобы наши молодые люди обязательно помнят, что такое фашизм, что такое антисемитизм и что такое русофобия. К этому мы должны стремиться. Ежегодно в этот день во многих странах проходят акции в память о жертвах нацизма, террора на национальной, расистской и антисемистской почве. В этом году впервые при поддержке Десногорской центральной библиотеки и Совета ветеранов наше молодое поколение также почтило память погибших в этой страшной войне с фашизмом и обратилось к десногорцам. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года произошел массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальные ночи» или «Ночи разбитых витрин». Эти события в 1938 году положили начало Холокосту – массовому насилию в отношении еврейского народа, которое привело к гибели около 6 миллионов евреев. Необходимо помнить о том, каким может стать будущее, если мы вовремя не скажем «никогда больше» в ответ тем, кто предлагает ограничить права людей только потому, что они не такие, как мы. И мы говорим «никогда больше». Молодежь должна знать историю, чтобы не повторить ошибки человечества. Мы должны принять все меры и не допустить распространения этой страшной чумы по территории нашей Родины. Пусть этот день станет для всех напоминанием о том, к чему может привести расовая ненависть. В парламент Смоленской области был представлен проект бюджета на 2017 год. Как и предполагалось, позиция Минфина по ряду вопросов ужесточилась из-за кризиса в стране, который заставляет экономистов по-другому смотреть на казну страны и субъектов. Пересмотру подверглись все расходные статьи государства в 2017-м, намеренно иначе пользоваться механизмами поддержки населения. Жесткость заключается в тотальной экономии, урезании и заморозке расходов и льгот. А в случае, если регион откажется выполнять предписания Минфина, субъекты просто лишат необходимых дотаций. На плановом еженедельном совещании заместитель главы муниципального образования город Десногорск Вера Евсюкова подвела итоги минувшей недели и определила задачи на текущую. В соответствии с решением комиссии по безопасности дорожного движения на платине и мостовом переходе введены ограничения и установлены новые знаки. Ограничения касаются нагрузки на ось, сейчас разрешено не более 10 тонн на ось, а также движениями посредством мостового перехода. Скорость не вышла на 20 км в час. Установлены искусственные неровности, поэтому просьба к нашим горожанам, он будет заниматься на дороге, где приятны. Многофункциональный центр оказывает услуги для десногорцев по получению разрешения на строительство объектов капитального строительства и ввод их в эксплуатацию. В школах города уже начались занятия. На каникулах педагоги Десногорска приняли участие в семинаре концерна «Росэнергоатом», который проходил в Нижнем Новгороде. А победители проекта «Слава Созидателям» отправились в Москву за долгожданными подарками. Уровень безработицы в Десногорске на данный момент составляет 0,73%. До Нового года он вырастет из-за сокращения 137 человек с предприятий города. Рост острыми респираторными заболеваниями среди горожан невелик. Случаев обращения с диагнозом грипп в медсанчасти не зафиксировано. Департамент Смоленской области по охране лесного хозяйства за 10 месяцев 2016 года перевыполнил план поступлений по платежам бюджета различных уровней на 26,7% за использование лесов и объектов животного мира. В денежном эквиваленте это почти 40 миллионов рублей. Общая сумма поступивших доходов составляет свыше 187 миллионов рублей. Из них около 111 миллионов будет направлено в федеральный бюджет. Практически 74 миллиона в областной. И только 2,5 миллиона рублей поступят в бюджеты муниципалитетов региона. Роспотребнадзор проверил качество питания школьников. Как сообщили в управлении, всего проверили 38 образовательных организаций, осуществляющих питание самостоятельно, а также 5 организаций, являющихся поставщиками пищевых продуктов в школы. Проведены лабораторные исследования 400 проб готовых блюд и продовольственного сырья. По результатам проверок составлен 31 протокол об административных правонарушениях. Выписаны немаленькие штрафы. Подведены итоги Большого этнографического диктанта. Культурно-просветительская акция прошла во всех 85 субъектах страны. Смоленщина вошла в тройку лидеров. Участие в Большом этнографическом диктанте приняли 350 смолян в возрасте старше 15 лет. Написать диктант можно было на 7 площадках. Согласно результатам, средняя оценка за диктант по стране составила 54 балла из 100 возможных. Самый высокий балл у жителей Республики Татарстан. На втором месте – жители Кабардино-Балкарской республики. А на третьем – Смоляне. Очень символично, что освящение восстановленной церкви в Новоспасском прошло в День памяти Казанской Божьей Матери и российского праздника Дня Единства. Об этом мы расскажем в нашем сюжете. Часовня на кладбище в Новоспасском была разрушена после революции. И вот почти через столетия она воссоздана как храм с иконостасом в честь Казанской Божьей Матери. 4 ноября прошло торжественное освящение церкви. Храм восстановлен на собственные средства депутата областной думы, директора акционерного общества «Атомтранс» Михаила Лосенко. Осветил церковь настоятель Десногорского храма Божьей Матери всех скорбящих радость протеерей Виталий Сладков. И сегодня для села Новоспаское не только праздничный день, связанный с Днем Народного Единства, Казанской иконой Божьей Матери, а еще и великое духовное торжество, потому что здесь в этом воссозданном храме, который по благословению тогда еще митрополита Смоленского и Калининградского, а ныне Святейшего Патриарха Кирилла, из часовни, воссоздан был как храм с алтарем и коностасом, освящен сегодня, и в нем совершена божественная литургия, чтобы люди, приходя сюда, не только сюда, но и во все остальные храмы, заботились о том, чтобы всякая смута оставила наши сердца, наши души и нашу жизнь. Принимая во внимание усердные труды во благо Русской Православной Церкви и за помощь в восстановлении храма в Новоспасском, отец Виталий вручил медаль Смоленской епархии в честь чудотворной иконы Смоленской Божьей Матери Адигитрии Михаилу Васильевичу Лосенко. Архиерейскую грамоту получил Игорь Григорович. Благодарственными письмами награждены Елена Усачева, Сергей Беликов и Сергей Гудин. На церкви висит табличка с цитатой из послания апостола Иакова «Вера без дел мертва есть». Она подтверждает истинное отношение создателей храма к православным святыням. В Смоленской областной детской библиотеке имени Соколова-Микитова подведены итоги областной интернет-викторины «Мое Отечество.Русь», посвященной 215-летию со дня рождения русского ученого Владимира Даля. В викторине приняли участие более 100 юных читателей детских и сельских библиотек из 20 районов Смоленской области. Абсолютным победителем интернет-викторины по решению жюри стала Десногорка Юлия Лебедева. А сейчас блок криминальных новостей. В Смоленске подростки избили и ограбили мужчину. Житель Голынок, работающий в Смоленске, опоздал на вечерний автобус и решил пересидеть ночь в баре. Там на него напали трое молодых людей, избили его и забрали куртку, в которой лежали документы, телефоны, деньги. Грабителей поймали. Теперь им грозит до 7 лет лишения свободы. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 116 сообщений о происшествиях. Из них два сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 111 административных правонарушений, в том числе 98 нарушений правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 4 человека. На должность заместителя начальника управления МВД по Смоленской области приказом от 3 ноября назначен полковник полиции Александр Мешков. Александр Андреевич родился в 1964 году в Краснодарском крае. На контрольно-пропускном пункте Красная Горка управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям запрещен транзит из-за мороженого мяса курицы из Латвии. И более 60 тонн белорусского сыра. При досмотре было установлено, что номера партии, указанных в удостоверениях качества, не соответствуют реальным. Груз вернули отправителю. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня с этими и другими новостями. Вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disneydofistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова